Материальная база областной школы Олимпийского резерва по легкой атлетике пополнилась новым инвентарем. Маты для тренировок ульяновским спортсменам подарили ветераны региональной королевы спорта. Это подарок от души, от сердца воспитанников Николая Ильича Карпова. Он очень важен для наших ребят. Они будут с помощью этих матов подходить в общую физическую подготовку. Повод преподнести подарок своим юным коллегам очень актуальный. Областная школа в четвертый раз принимает традиционный турнир памяти заслуженного тренера России Николая Карпова. Воспитанники знаменитого наставника, которого с нами нет уже 10 лет, почетные гости соревнований. Среди них и тренер областной школы Наталья Шагиева. У нас все воспитанники Николая Дмитриевича просто настоящие люди. Они состоявшиеся в жизни. Я начинаю перечислять и не знаю, кого выделить. Все. Два профессора в Москве в Бауманке преподают. Полковник. Тренера. Хорошие предприниматели. Когда-то Шагиева под руководством Карпова стала победительницей всемирной летней универсиады. Выполнила норматив мастера спорта международного класса. Теперь тренирует сама. А ее воспитанники – главные фавориты региональных стартов. Вот и на мемориале Карпова перворазрядник Никита Степанов стал одним из героев, бегом дистанции 3 километра. На пару с мастером спорта страны Сергеем Сергеевым они устроили настоящий триллер. Никита не отпускай! Никита! 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 Несколько раз по ходу забега Степанов и Сергеев меняли друг друга на первой позиции. В итоге все решилось на финише. Степанов вырвал победу, установив личный рекорд. И его успеху Наталья Шагиева, похоже, радовалась больше, чем когда-то своим победам. Поддержка, конечно, очень помогла. В прошлый раз, может, не такая была, но в этот раз очень ошеломительная была. И за счет этого, конечно, чувствовал прилив сил тех, кто меня поддерживал. И вот, вылилось в результат. Подобная острая борьба развернулась и в женском забеге на 3 километра. За победу в нем спорили две гости из Казани. В итоге победительницей стала Юлия Яговкина. Причем второй год подряд. Отличие в том, что пробежала она на 11 секунд быстрее, чем в январе прошлого года. И это рекорд мемориала Карпова. Бежала одна, всю дистанцию вела. А в этом году мне помогла девочка тоже вот с Казани. Она очень здорово начала первый километр, задала темп. И дальше уже оставалось поддержать, что у меня получилось. Несмотря на то, что Николай Карпов тренировал стайеров и марафонцев, турнир в его память спринтерский. Ведь в программе состязаний всего две дисциплины. Бег на дистанциях 3 и 1,5 километра. Правда, в этом году добавили контрольные старты на отрезке 600 метров. Это для ведущих атлетов области. Через несколько дней им представлять регион на зимнем чемпионате Привожского федерального округа. Михаил Сашанский. Новости Ульянской правды.